Борьба с дорожным травматизмом в регионе идет полным ходом. Вот, например, недавние акции ивановской молодежи и сотрудников ГИБДД. Это, по мнению организаторов, должно было положительно повлиять на ситуацию с наездами в зоне пешеходных переходов. А еще действеннее, по мнению чиновников, и вовсе сократить число зебр. Именно так перед самым началом учебного года исчез переход около 50-й школы. История у этой зебры печальная. Переход долгое время оставался одним из самых аварийных в городе. Дело в том, что в прошлом году на данном пешеходном переходе произошло три наезда на пешеходов. В одном случае девушка 18-летняя скончалась, пешеход. В этом году уже произошло два наезда на пешеходов. То есть наезды происходят регулярно. Многочисленные акции ГИБДД и РС-10 и даже приборы видеофиксации обезопасить пешеходов не смогли. На этом пешеходном переходе применялись новые технические средства. Это устанавливались знаки на желтом фоне. И разметка также выполнялась на желтом фоне. Там есть у нас знаки ограничения скорости 40 км в час. Периодически там выставляли посты ДПС. Выходили мы, работали с детьми, устраивали акции для водителей. Периодически выставляли передвижные посты видеофиксации. Но все эти меры не дали положительного результата и аварийность продолжала расти. И вот злополучной зеброй не стало. Избавить ли ее отсутствие от головной боли дорожных полицейских? Определенно да. А вот аварийность не обязательно снизит. От школы до ближайшего перехода более 200 метров. Свежеустановленные ограждения учеников могут и не удержать от выхода на проезжую часть. Мы тут видим на этом участке две остановки, возле которых пешеходного перехода нет. То есть хаотичный выбег пешехода на проезжую часть, он просто заложен данной организацией дорожного движения. Правда тогда ДТП спровоцированной этой организацией дорожного движения уже не будет проблемой ни инспекторов, ни чиновников администрации. Когда пешеходный переход закрыт, виноват либо пешеход, который выбежал на проезжую часть в неустановленном месте, либо водитель, который не уступил ему, потому что он по ПДД, если уже пешеход находится на проезжей части, он должен остановиться. То есть задача сделать крайним кого-то, кроме властей или ГИБДД. Поэтому, соответственно, все пешеходные переходы, которые не по ГОСТу сделаны, которые не проходят по каким-то нормативам, они все закрываются. Эта же судьба в скором времени постигнет еще несколько переходов. Например, на проспекте Текстильщиков перестанут существовать две из четырех зебр. Решения о закрытии аварийных переходов принимаются очень быстро. При этом пешехода и машина поток никто не анализирует. Ну или, по крайней мере, посвящать в это горожан не собираются. А между тем переход можно было безопасить менее радикальным способом. Правда, более финансово затратным. Если вот здесь на улице поставить островок безопасности, если сделать ту же самую шикану, возле которой будут автомобили припаркованы, допустим, и оставить одну полосу, мы сейчас увидим, потому что практически все едут в одну полосу, то на скорость это повлияет, на пропускную способность, скорее всего, не повлияет тому, что сейчас автомобили едут, а пешеходам будет гораздо спокойнее переходить. Ну а пока проспект строителей пешеходы перебегают хаотично. И у родителей учеников появился еще один повод для беспокойства за своих чад. Зато чиновникам и дорожным полицейским беспокоиться больше не о чем. Нет перехода, нет проблемы. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.